Ну и теперь давайте мы с вами посмотрим на некоторые библейские моменты, которые для нас, ну и вообще-то и для свидетелей Гоу, по идее, должны показать, что Господь Иисус Христос на самом деле является Богом. Значит, мы закончили с возражениями, которые они выдвигают. Теперь посмотрим на некоторые стихи, которые мы находим в Писании в пользу божественности Христа. Полноценно поговорить об этом нам с вами будет сложно, потому что это отдельный очень большой разговор. К счастью, на русском языке уже есть книги, на которые можно сослаться. Одна из самых ранних книг, которую до сих пор можно найти в библиотеках, называется Иисус. Написали ее два автора, Джош Макдауэлл и Барт Ларсон. Вышла в издательстве СГП в Чикаго еще в 1989 году. Она до сих пор, при том, что перевод немножко грубоватый, до сих пор остается вполне адекватной. Но с тех пор было известно гораздо больше хороших книжек и учебников по богословию, и книжек как раз именно о Христе. То есть в любой библиотеке можно найти массу материалов по этому поводу. Мы с вами рассмотрим некоторые наиболее интересные моменты, которые касаются свидетельства библейского о божественности Христа. Ну и первый из тех, которые приходят в голову, это конечно Евангелие Туана 1.1. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. У любого человека, наверное, который читает Писание, возникает вопрос, как можно не верить, что Христос Бог, если есть такое ясное свидетельство. Евангелие Туана 1.1. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Вот давайте с вами попробуем понять, в чем проблема. Значит, для начала давайте мы с вами попробуем представить, как этот стих выглядит в греческом языке. Значит, греческое последнее слово немножко другое. Значит, в греческом языке этот текст, последняя часть, звучит таким образом. Слово было у Бога, и Бог было слово. Слово было у Бога, и Бог было слово. Та причина, по которой свидетели Иеговы считают, что второе слово Бог, которое относится ко Христу как к слову, является не указанием на его божественность, а только на некое сходство с Богом, заключается в том, что перед вот этим вторым словом Бог отсутствует определенный артикль. Если вы когда-нибудь учили английский, немецкий, ну или лучше всего, конечно, греческий язык, то вы знаете, что у артикля, частицы, которые в русском языке нет, есть совершенно особенное назначение. Определенный артикль показывает, что речь идет вот именно о том самом предмете, о единственном, о котором идет речь. И поэтому свидетели Иеговы говорят о том, что вот эта фраза в начале было слово и слово было у того самого единственного Бога, вот эта часть указывает на Бога Отца, на Иегову. А вторая часть у какого-то Бога в общем смысле, вернее Богом в каком-то общем смысле был Христос, богоподобным или напоминающим Бога по каким-то своим качествам. Понимаете, что я имею в виду? То есть не Бог в настоящем смысле, а просто некое подобие Божие. Для того, чтобы нам понять, что этот аргумент на самом деле не отвечает истине, нам нужно повнимательнее присмотреться к этой фразе. Давайте мы попробуем с вами изобразить это на доске в таком наглядном виде, чтобы было понять. Итак, у нас с вами текст, который мы читаем, выглядит на русском языке таким образом. И слово было у Бога, и Бог было словом. Перед этим словом Бог, перед первым стоит определенный артикль. Перед этим словом Бог определенного артикля не стоит. И свидетели Иегова говорят, что в данном случае здесь Бог имеется в виду настоящий Бог, а здесь имеется в виду некое богоподобие. Бог в каком-то общем смысле. На самом деле ситуация прямо противоположна. Если бы апостол Иоанн, когда он писал свое Евангелие, поставил вот сюда определенный артикль, как того хотят свидетели Иеговы, у нас получилось бы совершенно не христианское учение. Потому что фраза звучала бы таким образом. Слово было у Бога Отца. Здесь явно речь идет о Боге Отца. И Богом Отцом было слово. Понимаете, да? Потому что определенный артикль и в том, и в другом месте. Одним простым действием. За счет того, что Иоанн не поставил здесь определенный артикль. Он фактически в этих двух простых предложениях выразил самую суть учения о Троице. Которое звучит таким образом. Слово было у Бога Отца. И таким же, как Отец по природе, но другим по личности было слово. И самым лучшим способом выразить эту идею на русском языке является замечательный инструмент, который у нас есть в нашей грамматике, но которого нет в английской грамматике. Называется творительный падеж. И получается таким образом. Слово было у Бога, и Богом было слово. Богом было слово. Слово было у Бога Отца, и Богом, но не Богом Отцом, было слово. Учение о Троице выражено в двух коротких простых предложениях. Понятная идея? Самое интересное, что христиане знали об этом еще очень давно. Еще в сочинениях учителей и богословов церкви времен Реформации, даже более ранних, мы находим как раз вот это утверждение. Они говорят о том, что здесь отсутствует определенный артикль именно для того, чтобы избежать ереси савелианства. Именно для того, чтобы не сделать Бога слово одной и той же личностью с отцом. Одна сущность, две разные личности. Слово является Богом, но не тем же Богом, не той же личностью, что и отец. И в этом отношении Евангелие Туана 1.1 является замечательным, потрясающим свидетельством учения о Троице, вопреки всему тому, что свидетели Иеговы говорят по этому поводу. Еще один текст, который очень интересен и важен для нашего разговора, это Евангелие Туана 20 глава 28 стих. Это исповедание Фомы. Помните ситуацию, да? Когда Господь является учеником первый раз с закрытыми дверями, Фомы среди них нет. И Фома отказывается верить, что Господь на самом деле воскрес. И говорит, до тех пор, пока не увижу его своими глазами, пока не потрогаю своими руками, пока не вложу пальцы своего в раны его, я не поверю, что он воскрес. И в этот момент Господь является учеником и говорит Фома, вот он я сам, оси же меня, значит, вложи палец свой в раны мои и не будь не верующим, но верующим. И Фома, даже ничего не делая из того, что ему было предложено, говорит, Господь мой и Бог мой. Чем замечательна эта фраза? Господь мой и Бог мой. Дело в том, что в этой фразе перед словом Бог стоит тот самый определенный артикль, который у свидетелей Иеговы не находят в Иоанна 1.1. То есть Фома не просто называет Христа божественным, он называет его тем самым единственным Богом. Он говорит, ты тот самый единственный, неповторимый, настоящий Бог Израилев и мой Господь. Мой Бог и мой Господь. У свидетелей Иеговы возникает совершенно любопытная проблема. Как им быть с исповеданием Фомы, который фактически называет Христа своим Богом? Признать это ошибкой Фомы на самом деле никак нельзя, потому что Господь не упрекает Фому за его исповедание. Он напротив говорит, Фома, молодец, что ты это наконец понял, но лучше бы ты это понял раньше, лучше бы ты в это поверил. То есть на самом деле Господь упрекает его не за то, что он назвал его Богом, а за то, что Фома раньше этого не сделал. И просто на случай, чтобы вы знали, фраза «мой Бог» или «бог мой», как говорят специалисты, встречается в Библии не менее 135 раз, и всякий раз, когда евреи ее произносят, это всегда тот самый единственный Бог Авраама Исаака Иакова. То есть понять Фому как-то иначе совершенно невозможно, потому что в ином случае, если бы Фома называл Богом того, кого он Богом не считал, он был бы явно виной в нарушении первой заповеди. Да не будет у тебя, дорогих богов, перед лицом моим. Святые Иеговы пытались решить эту проблему несколькими способами. Два объяснения они предлагают в журнале «Сторжевая башня». Здесь, кстати, есть интересный момент. Вот смотрите, в одном и том же журнале два объяснения одного и того же стиха. Это говорит о том, что у святей Иеговы нет окончательной уверенности, как с этим стихом поступать. На самом деле объяснений у них самых разных три или четыре. И мы с вами рассмотрим самое основное из них. То есть святые Иеговы действительно не знают окончательно до конца, как с этим стихом поступать. Обращаясь к воскрешенному Иисусу, апостол Фома воскликнул. «Господь мой и Бог мой» Иоанна 20, 28. Это сообщение и другие были написаны, дабы мы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. И Фома не противоречила Иисусу, который послал своим ученикам весть «Восхожу к Богу моему и Богу вашему». Следовательно, Фома не думал, что Иисус был Богом всемогущим. Может быть, Фома обратился к Иисусу как к Богу своему в том смысле, что Христос был Богом, но не единственным истинным Богом. «Или сказав, Бог мой, Фома, может быть, признавал Иисуса как представителя Бога, так же, как другие обращались к ангелу посыльному, как будто он приходит от Иеговы». То, о чем мы с вами говорили вчера. Итак, первая версия заключается в том, что Христос был Богом, но не единственным всемогущим Богом, Богом Авраама Исаака Иакова. Изо всех версий, которые можно предложить, на самом деле, это самая беспомощная версия. Потому что, по сути дела, назвать Богом кого-либо, кроме единого всемогущего Бога, это явное нарушение первой заповеди. Это однозначное нарушение первой заповеди. «Ни один человек да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Если Фома говорил о Христе в таком тоне, то Господь обязан был прервать его и сказать «не делай этого». Вспомните, когда люди пытались поклоняться ангелам. Ангелы каждый раз говорили «не поклоняйся мне, не служи мне, у тебя Бог есть, ему поклоняйся». Здесь же Фома говорит такие страшные вещи. Причем, опять же, эта версия ломается однозначно за счет того, что Фома называет Христа с определенным артиклем Богом. «Ты вот тот самый Бог мой». То есть, никак иначе, как единый всемогущий Бог, это понять невозможно. Вторая гипотеза, которую святели Иеговы выдвигают, заключается в том, что к Христу можно было обращаться как к Богу, поскольку он был представителем Бога. В данном случае мы с вами уходим в сферу гипотез, потому что святели Иеговы не доказали и не могут доказать, что на самом деле вот тот самый ангел Иеговы, Малак Яхва, о котором мы говорили с вами в Ветхом Завете, был не явлением самого Бога Сына, а был просто неким ангелом, которому зачем-то присваивали божественный титул. То есть, сама эта гипотеза строится на другой гипотезе, которую они еще не доказали и доказать вряд ли смогут. Заметьте, что в обоих случаях перед этими гипотезами не ставят фразу «может быть». То есть, ни в том, ни в другом случае никакой уверенности у них нет. По сути дела, единственная причина создания и той, и другой гипотезы – это нежелание святели Иеговы признать простой и очевидный факт, что Фома назвал Христа Богом и Господом. В некоторых публикациях присутствует еще одна версия, которая, в общем-то, звучит совершенно комично, если в нее вдуматься. святели Иеговы говорят о том, что слова Фомы вообще были обращены не ко Христу. А Фома настолько обалдел от увиденного, что закричал «О Господи Боже!» И некоторые доходят даже до того, говоря, что когда Фома говорил «Господь мой», он обращался ко Христу, а когда он сказал «Бог мой», он посмотрел наверх и сказал «Бог мой», «Господь мой», «Бог мой». На что я обычно говорю, что у меня к Библии не прилагается видеозапись этого процесса. И, может быть, в их варианте, конечно, где-то лежит, далеко в загашнике, но так или иначе всерьез рассматривать это нельзя. Дело в том, что сама структура библейского текста выступает против такого толкования, потому что сам диалог между Господом и Фомой построен таким образом, что мы ясно понимаем, что эта фраза была сказана Христу. Даже в нашем библейском тексте мы читаем следующее на русском языке. Мы читаем «Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой». У нас нет ни малейшего причины полагать, что он поднимал глаза вверх и кричал «Господи и Боже». И греческая фраза, которая здесь использована, как раз используется для обозначения диалога. То есть, отвечая «Он сказал ему». Это всегда конкретная, стандартная структура в греческом языке, которая обозначает диалог двух людей, которые стоят друг перед другом. То есть, отвечая «Он сказал ему, ты Господь и Бог мой». И поэтому мы с вами совершенно точно знаем, что все это было сказано как раз Христу. Любопытно, что в конце концов, когда свидетели его исчерпывают свои фантазии, когда у них заканчиваются уже все возможности объяснения этого стиха, они пишут следующее. Они говорят, очень показательное, кстати, высказывание. Они говорят, как бы то ни было, Фома не считала Иисуса всемогущим Богом, ведь он, как и все другие апостолы, знал, что Иисус никогда не говорил, что он Бог, а учил, что единый истинный Бог – это Иегов. То есть, на миславе, мы не можем это объяснить, но вот как вы это понимаете, этого просто быть не может. Потому что, когда Господь говорил о Боге, он так называл только своего Отца. На самом деле, мы сами уже видели, что он, называя себя Сыном Божьим, тем самым, однозначно и явно претендовал на вот эту вот уникальную божественность, на равенство своей природы с природой Отца. Для того, чтобы понимать смысл отрывков, всегда важно учитывать контекст. Но беда в том, что свидетели Иеговы манипулируют контекстом, они аккуратно подгоняют его под то, что хотят видеть. В данном случае, контекст как раз говорит о том, что исповедание Фомы было тем самым, о чем Господь хотел своих учеников научить, что Он хотел им сказать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok